Ровно 71 год назад весь мир узнал о завершении берлинской наступательной операции. 2 мая советские войска полностью владели столицей Германии. Как выглядел город в первые дни после капитуляции фашистов? Эмоции жителей и простых солдат можно увидеть в новом документальном фильме, который вышел в ФРГ. 90 минут цветной кинопленки из частного киноархива и комментарии, записанные в те дни. Репортаж Ивана Благова. Уникальные кадры встречи союзников на Эльбе весной 45-го в цвете. С помощью компьютера кинохронику не раскрашивали. Это не плод фантазии реставратора. Сама съемка тогда велась на цветную пленку. Я очень, очень рад с вами встретиться. Благодарим вас за помощь, которую оказали вы нам в войне против гитлеровской Германии. Большое вам спасибо. Мы не понимаем ваш язык, но говорим об одном и том же. Это оригинальная запись разговора союзников на мосту через Эльбу. Меньше официоза и больше дыхания настоящей жизни. Вот американский кинооператор показал своему советскому коллеге удачный ракурс и жестом спрашивает «Окей». А вот они все вместе с любопытством изучают съемочную технику друг друга. Эти уникальные кадры оцифровал и отреставрировал потомственный кинодокументалист Константин фон Цюрмюлен. Его семья десятилетиями собирала такие исторические материалы. Я всегда поражаюсь, что находятся такие пленки. В них есть глубина. Видишь брошенный велосипед на заднем плане, нож в глинище сапога этого красноармейца. А это уже Патсдам. Июль 45-го как раз начинается Патсдамская конференция. В городе плакаты «Европа свободна». Особенно мне нравится настоящий пропуск на Патсдамскую конференцию кинооператора Джорджа Стивенса, который потом был удостоен премии «Оскар». Но это было позже, в Голливуде. А в 45-м Стивенс сопровождал американского генерала Дуайта Изенхауэра. И это он, Стивенс, на цветную пленку снимал Берлин с марширующими на фоне колонны победы красноармейцами. Красная армия понесла наибольшие потери и сыграла главную роль в освобождении немцев от национал-социализма. Поэтому я особенно рад, что удалось найти кадры из Торгово, Берлина и окрестностей, чтобы отдать должное заслугам советских солдат. Всего в документальной ленте фон Цурмюллена 90 минут цветной кинохроники. Более 130 тысяч кадров, большую часть которых реставрировать приходилось вручную. Грандиозную работу проделал звукорежиссер почти все исходные материалы. Немое кино. Мы должны слышать этот велосипед, эту машину, вот этот велосипед. Как там сзади идут люди. И только вместе со всеми этими звуками картина приобретает тот объем, который необходим. Берлин, в котором Гитлер планировал тотальную войну, превратился в руины. Автомобиль въезжает в советский сектор. Каждый раз, что смотришь эти кадры, замечаешь что-то новое. Вот красноармеец, охраняющий вход в бывшую рейхсканцелярию, жует жвачку, которую, по всей видимости, выменял у американских союзников. А вот одна из девушек, разбирающих завалы, заметив камеру, начинает дразнить оператора. Показывает язык и нос. Берлин 2016, после просмотра исторических кадров 45-го года, даже сложно поначалу поверить, что речь идет об одном и том же городе. Но затем замечаешь вот такие прямоугольники. Они разных размеров, разных цветов, на старых зданиях, они повсюду. Так вот это, на самом деле, заплатки на тех местах, куда попадали пули и снаряды. Следы жестоких боев запечатлены на этих кадрах кинохроники. Город в руинах. Комментарий диктора американского киножурнала. Это Германия. Страна тьмы, крушение моральных устоев. Мировое сообщество, прошедшее через смерть и боль, осознало, что надежду даровать может лишь единство всех нас. Уже через год в мире начнется новая холодная война. Иван Благодин, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Первый канал, Берлин.